Ове, для вас июнь 2023 года будет месяцем достаточно спокойным. Ну, скажем, у вас были месяца намного сложнее, это был и конец, то есть начало этого года и конец предыдущего года. Возможно, где-то вас и март потрепал, но потом ситуация стала потихоньку выправляться, и вот уже который месяц мы не ждем каких-то сложных новостей от планеты, которая вами управляет, ведь именно она нам показывает, что будет со знаком, который она курирует на небе. Поэтому в целом у вас достаточно спокойная атмосфера, вы можете заниматься примерно тем, чем хотите заниматься. Я думаю, что на самом деле, если мы смотрим и обозреваем все лето, то в целом перспективы у вас на лето достаточно позитивные, потому что в летний период, если вы помните планеты, которые отвечают за отношения, планеты, которые в том числе, она же отвечает и за деньги, за благосостояние, это планета Венера, она входит в огненную стихию и остается там с начала июня до начала октября. И по большому счету, почему я о ней говорю, да потому что нет, она не входит именно в ваш знак Венера. Но однако она входит в знак Льва, а для вас это знак благополучный, это знак, который имеет отношения, ну не то чтобы отношения, имеет ценности больше, имеет с вами очень схожие. Вы ему понятны, он вам понятен, а значит Венера, проходя по этому сектору, а если вы смотрите мои прогнозы общие, например, да, вы наверняка знаете о том, что Венера в это лето будет ретроградной именно в знаке Льва. Так вот она из этого сектора, будучи ретроградной или директной, вот в течение этих четырех месяцев будет давать очень благоприятную энергию на ваш знак и стимулировать вас, стимулировать на отношения, стимулировать на романтическую жизнь, стимулировать на заработок, стимулировать вообще на желание и потребность лучше жить, где-то даже праздничнее жить. И если вы такой овен-трудоголик, да, который просто работает не покладая рук, и уже забыл, когда последний раз отдыхал, то по большому счету, например, тот же июнь после 6-го числа, это время, когда можно рассчитывать на плоды от ваших трудов, и эти плоды будут в том числе выражены в том, что у вас будет наконец-таки законный отдых. То есть, знаете как, все-таки история про наши каникулы, это не только про то, что когда там у нас в графике мы стоим, да, на отдых, но это еще может быть и про нас самих, про то, что мы не готовы к отдыху, потому что можно уйти в отпуск и целый отпуск проработать. Я думаю, что каждый взрослый человек знает эту ситуацию за собой. Так вот, в июне желательно так себя не напрягать, уважаемые овны. Все-таки такая прекрасная Венера, которая в начале июня зайдет в знак для вас, очень даже симпатизирующий вам, да, дает вам возможность наконец отдохнуть. Она вообще за праздник, она вообще за то, чтобы мы все время тусили у бассейна вместе с друзьями. Тем более летний период, мне кажется, он к этому в целом склоняет. Так что найдите друзей, найдите бассейн, найдите теплый климат, в котором можно потусить. И, в общем-то, вот дайте себе возможность расслабиться. Но если вы все-таки больше нацелены на то, чтобы и дальше двигаться вперед, обгоняя, конечно, всех остальных, безусловно, иначе как, в вашем случае больше ни на какой результат вы не рассчитываете, то тогда, пожалуй, я обращу ваше внимание на, во-первых, на время до 20 июня. Оно в целом благополучное для того, чтобы двигаться вперед. И если мы говорим о том, что вам может помочь до 20 июня в движении вперед, то это будет коммуникация. Вам нужно как можно больше собирать информации о тех вопросах, в которых вы хотели бы продвижения, в которых хотели бы динамики. И как можно больше на предмет этих вопросов говорить с людьми. Будет ли это совет от этих людей или экспертное мнение какое-то, или вы просто вообще будете сообщать каждому знакомому о том, что вы хотите в этом вопросе. Но, вы знаете, иногда нам нужно вслух проговорить то, что мы хотим. Потому что чем больше мы говорим о наших желаниях, тем, мне кажется, нас небеса лучше слышат. Ну и, в общем, у вас пока Солнце, наша звезда, идет по воздушной стихии, я думаю, что вот можно как раз себе дать возможность, вот, может быть, такой словоохотливости излишней. Но эта словоохотливость, во-первых, может дать вам возможность проанализировать ваши сегодняшние задачи. И какие-то сделаются уже просто даже в момент того, как вы их обсудите. Второе, это то, что у вас могут случиться прекрасные знакомства, которые помогут вам в реализации задуманного. Ну и третье, это вот как раз про то, что, да, мы раскачиваем пространство даже своими идеями, которые выдаем вслух, да, и в конечном итоге это пространство дает нам то, что мы и хотим. А вот после 20-го числа здесь другая ситуация. Здесь вот как раз-таки уже не про то, что мы спрашиваем советы или просто обсуждаем наши желания, а про то, что мы высказываем свое экспертное мнение. Вообще после 20-го числа у вас время, когда вы можете спокойно бравировать своим опытом, по большому счету продавая его, да, то есть это могут быть реальные суммы, за которые вы его продаете, это могут быть какие-то другие виды обмена, вот что-то на что-то вы даете советы, вы, может быть, какое-то свое экспертное мнение высказываете, вы что-то оцениваете, ну, а люди вам за это что-то в ответ делают. То есть здесь вот очень хорошее время для того, чтобы обменяться чем-то со средой, в том смысле, что получить от нее, во-первых, признание, а во-вторых, еще и какую-то благодарность или в виде денег, или в виде чего-то другого. Единственное, что, может быть, является периодом риска в этом всем, это время с 23-го по, ну, где-то 28-е, да, 28-27-е июня. Это время, когда ваш управитель в напряженном аспекте с планеты, которая отвечает за неожиданности, и какие-то, ну, непрогнозируемые развороты судьбы. И здесь могут быть действительно те ситуации, которые вы не можете контролировать, и, собственно, ничего не предвещало их. Но, тем не менее, это всего лишь эпизод на фоне очень благополучного периода, который мы обсуждаем июня, да. Поэтому я думаю, что принципиального изменения в этот период, в этот месяц, вот это время, да, и это взаимодействие между Марсом и Ураном вам не принесет. Но я хотела обратить внимание, что если вы, вам недостаточно вот такого вот общего прогноза, и, в общем-то, вы уже на том этапе, когда вы и сами хотели бы попробовать себя в качестве прогнозиста, вы уже достаточно накопили любопытства для этого, то еще раз приглашаю вас на свою программу, потому что проголошала уже много раз в своих видео. Тем не менее, напоминаю, у меня стартует совершенно новая программа по транзитному прогнозированию, с помощью которого я сделала и этот прогноз, и любой другой, который вы смотрите на моих социальных сетях. И я вас приглашаю 12 июня старт. Даже если вы не очень хорошо разбираетесь в астрологии, то я там дам основы натального анализа, то есть вы будете понимать, из чего карта рождения состоит, а также я дам вам весь алгоритм применения транзитной техники прогнозирования, и в течение этой программы вы уже и сами сможете прогноз составить. Понятно, что он не будет пока что профессиональным, потому что профессиональность – это, в общем-то, только лишь навык, который приходит со временем. Так что приходите, если вам это интересно, регистрация по первой ссылке в описании под этим видео.